Президент Польши Анджей Дуда посетил павильон своей страны в рамках визита в Казахстан. Сегодня на территории выставки Экспо проходит Национальный день Польши. На 400 квадратных метрах государство представило не только современные технологии, связанные с возобновляемыми источниками энергии, но и то, как можно использовать традиционные источники сырья, не нанося вреда окружающей среде. О том, как проходит Национальный день Европейской Республики, готова рассказать моя коллега Елена Шрайбер. Судя по девизу Creative People Smart Energy, упор Польша делает на человеческие ресурсы и новые технологии, которые должны сделать мир лучше. Когда заходишь в павильон Польши, невольно попадаешь в шахту. Стены окрашены в черный свет, и это напоминает уголь. Кстати, здесь как раз и представлены проекты, касающиеся газификации угля, или так называемого «голубого угля». Это созданное в Польше топливо будущего. Благодаря работе ученых был получен экологичный и эффективный материал, и, как говорят волонтеры этого павильона, это надежда горной и добывающей промышленности, и более дешевая альтернатива другим источникам топлива. И, кстати, вот здесь как раз и представлен тот самый «голубой уголь». Вообще же павильон Польши двухэтажный. Если первый окрашен в черные тона, то когда заходишь на второй этаж, попадаешь в своего рода польский лес. Вообще лес занимает 30% территории страны. Это источник из обновляемой биомассы, в основном древесины и других сопутствующих материалов. Например, в 2015 году было получено 38,5 миллионов кубометров древесины. Что еще особенно привлекает посетителей в павильоне Польши, это вот эти конструкции. Например, нажав на кнопку, можно услышать, как поет соловей. Это один из обитателей польского леса. Также, что еще особенно привлекательно, это здесь же можно почувствовать, как пахнут некоторые породы деревьев. Например, нажимаешь на кнопку и пахнет липой. О завершении хочу добавить, что Польша также претендует на проведение выставки Экспо в 2022 году в городе Лодзе. Так что, возможно, в скором времени мы еще больше узнаем о Польше.